ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не перепутал. Правильно. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Сразу же, наверное, мы обратили внимание на то, что разложено у нас на столе. Это ваши работы, правильно я поняла? Да, правильно. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о каком-нибудь из этих проектов. Давайте я начну. У нас в Зариной был комплексный проект. В составе у нас еще были три девочки. По примеру европейских архитекторов, мы начали осваивать неблагоприятные территории в нашем городе. И конкретно это карьер в единственном микрорайоне и карьер, который находится в ботаническом саду. Как вы знаете, у нас сейчас застраивается, чаще всего выравнивается площадка, и потом уже что-то насаживается. То есть природный ландшафт не сильно учитывается, хотя в условиях горной среды это не самый рациональный способ. Поэтому мы решили использовать по максимуму то, что у нас имеется, и застроили склон карьера. Здесь на этой картинке можно показать. Застроили это террасным жильем. У нас такой принцип еще не применялся. Каждая ячейка жила, она идет как квартира и имеет выход на свою террасу. Получается, да, у каждого жильца будут свои квадратные зеленые метры. Ух ты, здорово. У нас такого еще пока нет. Также мы разработали полностью внутренний двор, и он стал не так, как у нас сейчас имеется, то есть там просто какие-то детские советские площадочки. Это полностью место отдыха, место притяжения людей, где они могут дети поиграть, взрослые отдохнуть. Это и спортивные площадки, и площадки для активного отдыха. То есть настольный какой-то теннис, там волейбол, футбол. Это все здесь учитано, это все есть. То есть максимально как-то мы попытались сюда включить все, что возможно. И также предусмотрели здесь начальную школу, детский сад, также по террасному принципу. То есть у нас такое еще не применялось, хотя бы ее начало есть. Начальная школа. И также еще один есть аспект, который мы, по примеру, европейских стран попытались учесть. Это пешеходная улица. Как вы знаете, почти в каждом любом еврейском городе есть такая пешеходная улица, которая служит местом притяжения. Там есть кафе, магазины. У нас такого места пока нет. То есть бульвар Эркензик, он сочетает только прогулочную какую-то часть. Здесь мы такое место попытались внедрить. Мы его перекрыли в галерее. То есть это будет крытый такой пешеходный переход. Да, то есть в двух местах эта галерея, она перекрыта, она будет защищать от солнца, от осадков. То есть наши горожане смогут походить по магазинам, попить кофе, тут же посидеть, отдохнуть, пообщаться. Такой центр общения. Наверное, это бы стало местом притяжения всех полюбленных пар нашего города. Хотелось бы, чтобы это стало местом притяжения, конечно. Конечно, это только проект в разработке, но мы надеемся, что это будет иметь движение. И также есть разработан как раз в ботаническом саду есть карьер. Это непосредственно уже моя работа. Да, ботанический сад, он получается находится сейчас в очень сложном состоянии. Полная дислокация территории. Я хотела предложить вот такое решение. Оно тоже сделано на Европейский ЛАД. Помимо того, что он включает в себя все функции ботанического сада, который они были изначально, он еще служит научно-образовательным центром. Как бы те же самые студенты, как мы, школьники, могут приходить и узнавать про ботанику, про биологию, про все вот эти вот аспекты. То есть, наконец-то у нас появится место, где можно безопасно разместиться на газоне, я так полагаю, и посидеть на травке, не боясь... Там и на травке, да, и были разработаны некие мафы, скамейки, специальные места, где можно отдохнуть, провести тоже хорошо время. И вот вопрос к Алине. Вы же ведь тоже не с пустыми руками. Нам сказали, что можно даже ваш проект вывести на экран. Да, можно вывести на экран. Это было бы интересно. Я разрабатывала в парке скультурной на пересечении улиц Советского-Хунбаева. Я сделал... Как бы парки нашего города в основном не имеют конкретного назначения. Это просто что-то заброшенное, в котором даже нельзя посидеть, как мы знаем, например. Вот. Я хотела дать какое-то призназначение моему парку. Вот. Поэтому я разработала подземно-развлекательный центр под этим парком на Европейский лад также. Вот. И у меня, помимо этого, я благоустроила уже существующий парк. Поэтому основная аудитория моего парка — это студенты. Потому что рядом находится много университетов. Вот. И студентам будет где посидеть, провести время там за учебником, может с друзьями пойти. А в развлекательном центре у меня есть много всяких развлечений, таких как... Игры какие-то на свежем воздухе. Пейнбол, детские, тематические развлечения. А сколько по времени заняла бы реализация этого проекта? Ну, все зависит от финансирования. Ну, с учетом того, что финансирование уже есть, все отлично. Вот скажите, на каждый из проектов сколько времени понадобится? Мне кажется, года по два. По году точно. На мой проект, возможно, дольше, потому что у нас такой практики еще не применено, террасного строительства. Да, на самом деле... То есть, возможно, это будет, конечно, достаточно трудоемко и энергоденцепрадо. На самом деле, вот все, что мы видим на этих картинках, выглядит как город будущего. Столько зелени, все очень красиво. Скажите, сразу такой вопрос появляется. Чем вы вдохновляетесь? А архитектура Европы, может быть? Нет, мы вдохновлялись как бы более нашими горами, нашей, как бы, историей тоже. Получается, допустим, в моем и в Катином проекте это является символ, допустим, мои горы. Вот вы можете на проектах видеть то, что они везде разработаны. Это горные холмы. Мы посередине, в самом центре, есть как бы символ нашей жемчужины, Кыргызстана, озеро Иссыколь. Мы, получается, речку пробиваем, и там есть уже существующий заброшенный карьер. Заливаем его водой и делаем такой символ. То есть, если сейчас при строительстве все выравнивают, убирают, всю оригинальность, вы все это делаете обязательно с учетом ландшафта, естественного, природного. Да. Ну, это замечательно. Идея, на самом деле, вот шикарная. Вам я могу пожелать только реализации ваших проектов и удачи. Больше, конечно, не пожелаешь. Вам спасибо за то, что проснулись, за то, что принесли, за то, что презентовали и рассказали всем нашим телезрителям, что ожидает всех нас в скором будущем. И мы надеемся, что в скором будущем мы будем иметь возможность прогуляться вот по этому волшебному городу будущего. Вам спасибо большое за то, что поделились и рассказали об этом. Ну, а мы продолжим говорить на нашу тему «Голлопом по Европе». Друзья, оставайтесь с нами.